При Амуре появилась альтернатива глянцевым журналам. Так считают издатели книги об одаренных детях, которую накануне презентовали в общественно-культурном центре. На 130 страницах история 30 отличившихся ребят. Как говорят создатели книги, молодому поколению надо равняться не на героев различных журналов, а на талантливых амурчан. С юными дарованиями со страниц издания удалось познакомиться нашему корреспонденту Ольге Даниленко. Четыре страницы на каждого одаренного ребенка. Впервые в При Амуре появилась книга, посвященная талантливым детям. Только вот найти, говорят издатели, оказалось не так-то просто. Не потому, что их нет, а потому, что никогда не было никакого общего списка. На поиски героев ушло несколько месяцев. Искали таланты в различных кружках, спортивных секциях и научных центрах. Гениев нашлось много, но количество страниц в книге было ограничено. Уместились истории 30 ребят. Конечно, мы могли выделить по половинке странички и набрать 260 детей. Но что бы это было? Это был просто такой поверхностный отчет о наших детях. А мы хотели раскрыть именно потенциал наших удовлетворительных детей. Эта книга рассчитана для наших детей, как наш им поклон, презент и, может быть, аванс на будущее. То, что они есть, мы их заметили. Второе, на кого рассчитана книга, это, конечно, на общественность, на правительство и на те, кто заинтересован продвигать таких детей. Когда Софье Петровой было 4 года, ее мама случайно услышала, как она играет на фортепиано. Не зная нотной грамоты, девочка воспроизводила известные мелодии. Стало ясно, ее ждет музыкальная карьера. Теперь Соня – самая младшая героиня книги. И вот у меня хорошо получалось, ну все. Ну, а потом мы поехали на первый конкурс. Мне было 8 лет. И вот я там первое место заняла. В областном, в благовещенном студии. Потом вот мы поехали во Владивосток. Тоже первое место заняла. Потом в Париж. Вот весной все это было. В Париж мы поехали. Тоже вот первое место заняла. И вот попала вот сюда. В книге о подаренных детях три раздела – культура, образование, наука, спорт. Как говорят издатели, порой определить ребенка в какую-либо категорию было сложно. Большинство из них – люди разносторонние. По подсчетам, всего героям проекта принадлежат около 500 медалей различного достоинства. 72 кубка, более 3000 грамоты дипломов. Как выявлял, как можно хорошо окулировать грушу, чтобы она у нас росла в наших этих большая, вкусная, сочная. Сам преподаватель меня к этому сподвигнул. Я просто ходил туда. У нас там такой исследовательский центр. Я туда просто ходил, ходил. Ну, не хочешь попробовать. Но я и попробовал. Три года этим занимался. Потом на всероссийский конкурс поехал. И вот так вот занял место. Тираж книги о подаренных детях ограничен. Всего 110 экземпляров. Стоимость каждой – 3000 рублей. Однако продавать издания не будут. Первая коллекция – подарочная. А посмотреть книгу можно будет только в библиотеках области. Ольга Даниленко, Эдуард Иворский. Новости дня. Информационное агентство «Порт-Амур».